Девчонки, всем привет! Сегодня буду снимать видео про свой кабинет, в который я недавно переехала. Кабинетик, сразу оговорюсь, маленький, 10 квадратных метров всего лишь, но это как мой маленький второй дом. Итак, давайте начнем. Это вход, здесь у меня вешалки, фарточек. Вешалочки я заказывала в Икеа, заказала их чисто случайно, но они стали прикольным таким небольшим дополнением в моем интерьере. Около двери у меня находится зеркало визажиста, оно у меня просто для красоты, оно мне очень нравится, я его попросила сделать у своего мужа. Итак, здесь еще у меня есть такая вещь, очень полезная, очень интересная. Тоже хотела поделиться, это такой маленький лайфхак по экономии. Это вот такая столешница от обычной кухни. На самом деле появилась она у меня чисто случайно, моя клиентка делала ремонт, и у нее остался лишний кусочек. Насколько вы знаете, в интернете такие столешницы стоят от 4000 рублей. Этот кусочек мне достался совершенно бесплатно. Может быть у вас есть тоже кто-то, кто сделал ремонт, на нем можно прекрасно фотографировать ручки при любом свете. Я его ставлю на стол и также потом убираю. Достаю я его только для фото, поэтому он у меня так и стоит прямо на самом видном месте. Ну, здесь цветок, в общем, ничего интересного. Слева от входа находится подложечка под обувь, она из фикс прайса, стоила 99 рублей. Здесь же у меня еще хранятся бахилы, сейчас их нет, они убраны немножко, чтобы было побольше места. Так, дальше пойдемте. Значит, здесь пуфик небольшой и вот такая корзиночка с моей коллекцией цветов. Это я использую как палитру. Здесь накрашены основные цвета. И потом, когда я уже докупала, я их вешаю на разные палитры. То есть, это новые цвета или это совсем новые цвета. Когда-нибудь, наверное, у меня дойдут руки, я все-таки разберу их и повешу все на одну палитру или на разные палитры по оттенкам и цветам. Сейчас у меня пока что нет на это время. Ну, и тут небольшая палитра с дизайнами. Она, наверное, просто для, больше для отработок, чем для того, чтобы показывать клиентам. Потому что все мои клиенты чаще всего смотрят дизайн на себе в интернете или мы что-то вместе с ними придумываем сами. Так, здесь мой стеллаж находится. Он у меня находится за моей спиной. То есть, вот это мое рабочее место. Я здесь сижу. У меня здесь все под рукой. Справа у меня находится машинка, так как я правша. Она удобна, если она будет стоять справа. Здесь у меня блокнот для записи клиентов и для моих личных каких-то записей, каких-то идей или дизайна мы еще здесь рисуем. На столе стоит вот такая обычная пластиковая коробочка. Здесь то, что мне требуется постоянно. Это дезинфекция рук, средство Абактерил, спирт в помпе, база, кисточки различные. Праймер и эндажи, средство кровоостанавливающее. Кому интересно, могу рассказать в комментариях, может быть, о нем подробнее. Так, здесь травка для фото. Ну, лампа, пылесос. В общем, все как у всех. Кстати, девчонки, пылесосом пользуюсь уже год. Снимала год назад на него обзор. До сих пор я довольна. Единственное, что хотелось бы оговорить, если будете приобретать такой пылесос, не поленитесь и сразу закажите пару дополнительных мешочков. Потому что один раз я мешок вытряхиваю, и потом на второй раз, когда он заполняется, я его стираю. Примерно я меняю его раз в день после трех-четырех клиентов. Тогда всасываемость хуже не становится. Как только он начинает заполняться, уже пылесос не настолько хорошо и мощно работает. Здесь лампы из Икеи. Стол у меня тоже из Икеи, как, в принципе, и стулья, и вся остальная мебель. Кому интересно, столы для маникюра стоят порядка 9 тысяч рублей. Вот такой ширины и такой длины. То есть он у меня достаточно большой. Этот стол я заказывала в Икеи за 1800. Нашла я его в разделе столешницы и ножки. Потому что такой же стол у нас был на курсах, и почему-то в разделе столов я его не могла найти. И потом вот мне подсказали, то есть такой столик можно посмотреть в разделе столешницы и ножки. Если в вашем городе нет магазина Икеи, то посмотрите, пожалуйста, очень много групп, которые занимаются доставкой от Икеи до вашего города. И берут за это, например, 10%. То есть, если данный стол стоил у меня 1800, то 180 рублей за него я заплатила за доставку. Я считаю, что это вообще идеально, чтобы не ехать в другой город, не везти это все на своей машине. Итак, перейдем к стеллажу. Сверху у меня компьютер для просмотра сериалов, музыки, ну и так далее. Верхняя полка у меня пока ничем особо не завито. Сюда я просто поставила крема, какие-то уходовые средства. В общем, на самом деле здесь потом опять будут гейлаки, потому что у меня уже места не хватает для них. Все гейлаки расфасовывают меня вот в таких коробочках сиреневых из фикс прайса. Расположены они по фирмам и по потребностям моим. То есть, я сижу спиной. Здесь лаки те, которые я чаще всего использую. Здесь менее использованные гейлаки. Чаще всего, например, гейлаки Рунел я использую только для рисунков. Ими я практически не работаю. Здесь у меня самая, так скажем, часто использованная коробочка. Здесь у меня гели для укрепления ноготков гелем. Праймеры, ремоверы, базы, топы. И тут несколько цветов осталось. Они сюда поместились, поэтому я их пока что поставила. Но на самом деле нужно купить сюда еще две коробочки и разложить уже, чтобы не было такого нагромождения. Раз в полгода я обязательно провожу ревизию по своим гейлакам просроченной. Я выбрасываю, не использую просроченные гейлаки. Есть один маленький моментик. Только если они просрочены, ненамного, консистенция не изменилась, кисточка не высохла, не скрутилась, тогда я могу использовать этот гейлак для рисунков. Но для покрытия полностью ноготков никогда не буду использовать такой лак. Дальше у меня идет сухожар. Еще хотела показать вот такие вот ватные палочки. На одном конечке они заужены, а с другой стороны как обычная палочка. Такую ватную палочку я использую для мелких порезов или если, например, у клиента была заусенка и в процессе маникюра она повредилась. Бывает, все равно даже у самых хороших мастеров кровь она идет. Итак, как я обрабатываю ноготок? Я беру перекись водорода. Обязательно потрудитесь найти вот с таким носиком, потому что носик не должен касаться крови клиента. Это все-таки ваша безопасность и безопасность других ваших клиентов. Вы аккуратненько капаете на ранку, кровь она вспенивается. Вот этим конечком пухленьким вы убираете все и потом капаете капельку средства Эндажи вот сюда и прижигаете эту ранку. Все, кровь установлена, вид маникюра не испорчен. В общем, это средство на самом деле спасение. Я думаю, многие о нем слышали. Вообще, это стоматологическое средство. Найти его можно в специальных профессиональных магазинах. Ну, еще на столе находятся мои сертификаты. Кстати, про хранение кистей мы с вами рассказывали. Храню я их обязательно вот с такими наконечниками, особенно часто используемые. Либо вот такая кисочка моя любимая. И всегда я использую при работе экран. Экран использую я его только при снятии материала. То есть, когда я делаю маникюр и покрытие, я его снимаю. Экран стоил 150 рублей. Я к нему приделала вот такие вот веревочки, потому что голова у меня маленькая, рост у меня маленький. И он у меня постоянно сваливался. Поэтому, девчонки, это ваша безопасность. Кто-то мне говорил, что нужно просто откусывать стразы кусачками. Да, я так и делаю. Но они попадают в пылесос, а там крутится вентилятор и страза попадала мне в лицо. В общем, такое было. И надеюсь, у вас такого не произойдет. Итак, здесь у меня находится небольшая зона отдыха. Здесь могут клиенты ожидать. Но такое редко случается, потому что я всегда записываю клиентов с запасом. Для того, чтобы было время на дизайн, на френч, например, на тот же самый. В общем, клиенты между собой у меня встречаются очень-очень редко. Но здесь могу отдохнуть я сама. Посидеть, попить чай и так далее. Напротив двери находится зона для шугаринга. Кто еще, может быть, не знает, я недавно освоила такую специальность, как шугаринг. Вообще, я считаю, что маникюр и шугаринг – это две специальности, которые очень хорошо сочетаются. Ну и плюс мне это было просто очень интересно. Здесь у меня находится кушетка. Напротив кушетки стоит небольшой столик. Тоже, кстати, из Икеи. Здесь микроволновка для того, чтобы греть пасту. Чашечки, сахар, чаек. В общем, всякие разные вкусняшки. И, конечно же, чайник. Итак, и все остальное у меня находится на подоконнике. Подоконник здесь очень большой. На окне у меня наклеена специальная пленка, которая позволяет мне видеть. То есть она матовая, и с той стороны, с улицы, не видно, что здесь происходит. На окне у меня находится паста для шугаринга, полотенце, разные средства для проведения данной процедуры, сертификат относительно шугаринга. И в этой части у меня находятся расходники. Это маски, шпатели, перчатки как для маникюра, так и для шугаринга разные. Просто неодноразовые салфетки, салфетки, полоски, в общем, и так далее. И еще у меня вот здесь должна быть тумбочка. Я ее уже заказала, скоро она ко мне придет. В тумбочке я буду хранить разные, как раз-таки, вы помните, наверное, из предыдущего ролика у меня полотенчики. Вот такие полотенчики. В общем, все это перекочует в тумбочку, и все расходники перекочуют туда же. Так как здесь обычно на подоконнике у меня стоит ванночка с дезраствором, и здесь же я просушиваю инструменты, пилки перед тем, как их... Итак, а теперь расскажу немножко о том, как я нашла это помещение. Помещение на самом деле находится на центральной улице моего города, но оно, я бы сказала, не в здании, в офисном. То есть из-за этого сумма аренды у меня намного-намного меньше. Когда я планировала переезжать из дома, был такой страх. Я думаю, у каждого мастера, который работает дома, всегда есть страх о том, что не получится, не будет хватать на аренду, или клиентов не будет достаточно. Я когда работала дома, у меня было по одному, максимум по два клиента в день. То есть сейчас я могу работать целый день. Ребенок мой вырос, пошел в садик, и у меня освободилось много времени. Постоянные клиенты, когда они приходили домой, меня это не особо напрягало, но когда появилось много новеньких, то есть все равно дом – это дом. Хочется работать, хочется ходить на работу, хочется приходить домой, дома отдыхать или заниматься, например, разработкой новых видео для вас. Итак, этот кабинет 10 квадратных метров, здесь уже был линолеум, и были покрашены стены в другой цвет. Цвет мне категорически не понравился, он был оранжевый, и я решила его перекрасить. То есть потратилась я сюда, если кому-то вдруг интересно, и речь идет о суммах, потратилась я сюда где-то в районе 3 тысяч на краску у меня ушло, тысяча люстра, где-то на 8 тысяч вышла мебель. Кроме 8 тысяч, 4 тысячи стоила кушетка для шугаринга, и вся электроника вышла у меня на сумму приблизительно 4 тысячи рублей. Но это не считая того, что у меня уже был аппарат, пылесос, лампа, и какие-никакие гель-лаки у меня тоже было много. Еще из того, что я не показала, у меня здесь есть два ведра, обязательно два разных, отдельное ведро для мусорного, для шугаринга, и отдельное ведро для маникюра. И обязательно фартук мастера, потому что я прихожу на работу в нормальной одежде, и мне хочется уйти тоже в нормальной одежде, не в пыли. Основным критерием при выборе помещения был круглосуточный доступ к данному помещению. Потому что я сова, я люблю работать ночью, мне это не сложно, мне это не доставляет никакого труда. То есть, когда здесь, на работе, я могу работать хоть с 8 утра и до 8 утра. Я думаю, в Новый год нас это всех ожидает. Спрашивала у клиентов, кому больше нравится дома, кому больше нравится в офисе, ответ всегда такой, что и там, и там есть свои плюсы. Главное, если вы решите снимать помещение, продумайте такие факторы, чтобы всем вашим клиентам было комфортно, чтобы было удобно. Постарайтесь подобрать помещение в том же самом районе, где вы работали до этого, то есть близко к вашему дому. Потому что если клиенты уже привыкли ездить, например, в этот район города, то если вы переедете очень далеко, соответственно, клиент может от вас уйти. У меня такая политика, что мои постоянные клиенты для меня очень дорогие, и мне приятно с ними работать. Лучше я буду работать со своими постоянными клиентами, чем постоянно искать новых. Что у вас получится, если у вас есть огромное желание работать? Клиенты найдутся всегда, особенно если качество работ соответствует вашей цене. Если остались еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу на них. Также в ближайшее время на моем канале я решила снять видео о том, как я стала мастером. Потому что данная профессия вообще для меня не свойственна, как я стала мастером и вытекающая из этого, как я стала блогером. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на меня в инстаграме. С вами была Таня Бестнео. Всем пока!